Ребят, всем привет! Вы на канале Мариша Гайд по Москве. Сегодня 7 ноября и завтра, говорят, все ограничения у нас закончатся. По крайней мере, господин мэр нам это обещал и сказал, что продления нерабочих дней у нас не будет. Сегодня немножко хочу поговорить о вот этой цифре, от этой дате 7 ноября. Ну, для кого-то она до сих пор праздник, для кого-то это день скорби, день какого-то, знаете, печальных событий. Но она всё равно вот в сердцах старшего поколения, да и нашего поколения, она бесследно просто так не прошла. Вы знаете, 4 ноября вот как-то не ощущается праздником, и я специально в этом году спрашивала у людей, вы будете праздновать? А что такое, говорили они, что это за праздник, для чего он, зачем? То есть, ну вот не лёг он сюда в сердце, не лёг он в душу людям, не положительный, не отрицательный. Ну, возможно, есть те, кто его празднует. Но, мне кажется, помимо вот этого государственного такого уровня, вот чисто семейных праздников, как седьмого ноября, когда-то, ну, нету, вот четвёртый ноября таким не стал. Я вообще сегодня, думая о том, что вот седьмое ноября, сразу вспоминаю своё детство. Мой отец не просто уникальный человек, который в своё время создал первый в России детский театр со ставками, с труппой, с педагогами, с уставом, который имел официальный статус и находился при большом театре, что было уникально по сути своей. Вообще такого никогда не было. Это сейчас каждый театр там считает своим долгом сделать театральную студию, но это был реально театр. Папа не просто там актёр был, не просто директор. В его руках вот бытность, его работы именно активной всё вертелось, крутилось, создавалось что-то новое. И он ещё обладатель шикарного левитановского голоса. И мой папа постоянно был приглашённым ведущим на местном Новокузнецком радио. И, конечно же, он озвучивал в прямом эфире все эти демонстрации. Красивым своим голосом он говорил, по проспекту Металлургов проходит колонна, номер такая-то там, стали плавильного цеха или ещё что-то. В общем, меня он брал с собой. И я до сих пор помню вот это потрясающее ощущение, когда я маленько иду с ним, значит, за ручку. Рано где-то там, я не помню, 8 утра. И некоторые улицы перекрыты, потому что 7 ноября и будет демонстрация. И проходить можно было только по мандатам. И я ощущала такую гордость, что я иду с папой. Он показывает какую-то бумажку, и милиция нас пропускает до этого автобуса, который стоял в центре на театральной площади, откуда был обзор такой мощный всего. Что происходило на этой площади, и папа, и другие дикторы радио, они всё это озвучивали и вели эту демонстрацию. И вы знаете, вот такая гордость меня переполняла. Я просто была самая счастлива. Я сидела в этом автобусе, смотрела, как идут с транспарантами. Папа с другими ведущими говорил какие-то лозунги. Все кричали «Ура, ура!». И, в общем, это было действительно такое восприятие детское, какого-то единения людей. Мне казалось, что вообще к революции это не особо имело отношение. Просто люди потом собирались, мы шли с родителями кому-нибудь в гости, было весело, народ творческий, театральный, танцевали, пели песни. И вот для меня такое ощущение этого 7 ноября осталось в моём восприятии из детства. Ну, обязательно напишите, помните ли вы вообще этот праздник, участвовали ли вы в демонстрациях. Кстати, моё участие в демонстрации было в школе. По-моему, это тоже была какая-то демонстрация то ли 7 ноября, то ли 1 мая. Меня вот само участие в демонстрации разочаровало. Нам выдали транспаранты, а поскольку наша школа была совсем рядом с местом, откуда мы шли, маршировали, мы прошли буквально 10 метров, 2 часа стояли, 2 раза крикнули «Ура!» и пошли в школу относить эти транспаранты. В общем, я в своём таком ещё, это было до 14 лет, до вот этой вот перестройки, до всех этих историй, конечно, у меня было такое разочарование. Я думала, мы сейчас пойдём, мы будем кричать «Ура!» по улице. И это будет весело. В общем, ничего весёлого не получилось. Ребята, я очень благодарна буду вам за подписки на мой канал, за лайки, за комментарии, потому что всё это помогает в развитии и продвижении моего канала. Спасибо за субтитры Алексею Дуброва! Спасибо!